Мы уже начали в 70-х. Исследователи из группы «Климата» дружно следят за показаниями многофункционального лабораторного диска. Новинки, позволяющие определять множество параметров от температуры снега до интенсивности человеческого пульса. Силу ветра, посмотрите. Давай, почти шти. Ну, то есть у нас открыто на 1-2-е пространство. Происходит у нас вращение сейчас. Вокруг портативной метеостанции тоже шум и гам. Юные метеорологи наперебой фиксируют изменения силы и направления ветра, атмосферное давление и влажность. Я вообще раньше не изучала климат. Мне очень нравится вот это вот всё. Мы замеряли направление ветра, скорость ветра и температуру. Ещё сегодня мы здесь замеряли температуру снега. Ветер переменный, но преобладает юго-запад на северо-восток сейчас. Температура снега минус 2, минус 1,6 погрешностями. Ну, дальше мы будем наблюдать 4 раза или 3 раза в день. 3. Ну, 3-4 раза в день. И в конце смены мы сделаем проект, здесь всё расскажем, подробно всё. Научное оборудование эколагеря также пополнилось биноклями для наблюдения за растениями и лупой. Большого увеличения со специальной подсветкой. Под ней можно даже рассмотреть структуру снежинок. О, я вижу. Я тоже. Пока одни юные исследователи изучают климат, другие – водопроводную воду. Технологический процесс несложный. Главное – не перепутать пробирки, тест-полоски и соблюсти все пропорции. Работать приходится хоть и с безобидными, но всё же реактивами. Поэтому обязательно соблюдение техники безопасности. Облачившись в халаты и перчатки, качество воды юные учёные определяют сразу по нескольким показателям. Это, в частности, ПАЖ показатель, то есть какая вода по среде – кислая или щелочная, или нейтральная. Также мы будем определять цветность воды, то есть чистая вода, она должна быть прозрачной, без запаха, без цвета. У нас получились результаты практически одинаковые. Мы брали пробы из водопровода и из бутылки, с питьевой воды, которую мы покупали в магазине. Практически результаты одинаковые. Вода в бутылке чуть-частее была, чем в водопроводе. В соседнем с лабораторией кабинете идёт теоретическое занятие ЮНАТ и знакомиться с норвежским опытом охраны окружающей среды. Беседу ведёт Бенте Кристиансен, биолог по образованию. Она занимает пост начальника отдела охраны окружающей среды офиса губернатора Финмарка. После лекции ребята задали несколько, в том числе и очень взрослых, вопросов. Например, о международном сотрудничестве между Россией, Норвегией и Финляндией в области сохранения природы и культуры погранича трёх стран. Как будет строиться дальнейшая совместная работа с учётом непростой политической обстановки? По мнению Бенте Кристиансен, экология, экологическое сохранение важнейших видов для данных мест и общеприграничное сотрудничество стоит выше любого политического кризиса. То есть их департамент должен подчиняться главному правительству, но при этом нельзя забывать о тех связях, которые давно существуют между нашими странами. Нельзя забывать о том, что экология всё-таки стоит выше любой политики. Увлекательные беседы, познавательные опыты и измерения стали возможны благодаря корпоративной программе Норильского Никеля «Мир новых возможностей». Проект «Эколагеря» – один из победителей конкурса социальных инициатив, организованного компанией. В лагере мы спланировали работу детей в творческих группах. Дети будут вести наблюдения за погодой, дети будут вести зимние маршрутные учёты. Также они будут осуществлять работу в творческих группах. У нас будут журналисты, то есть у нас каждый день планируется выпуск новостей, бобровостей. Вот так придумали дети. Будут дети заниматься также художественным творчеством. Вооружившись мощными биноклями, планшетами и лыжами, на лесную тропу готовится отправиться группа юных следопытов. Это бланк для исследования показателей того, что мы увидим, запечатлим. Ну и в этот бланк, получается, нужно будет вносить результаты. Какой маршрут, какая погода, какие следы. Будет отдельный лист для того, чтобы зарисовать эти следы. Вот. Будет план, который зарисовать. То есть, допустим, следы куропатки, вот сокращенно кур, следы белки, бэ, зайца, дзэн. Нужно будет очертить линию, которая будет показывать, с какой стороны след животного. Вторая точка, 100 метров. Стоим! Параметры следопыта замеряют по определённой схеме. Сначала выбирают один из традиционных для наблюдения и чётко фиксированных маршрутов. При движении через каждые 100 метров делают остановку для замеров толщины снежного покрова и зарисовки следов. В России зимний маршрутный учёт применяется для определения плотности населения и численности средних и крупных млекопитающих на больших территориях. Методика основана на том, что среднее число пересечений учётным маршрутом следов животных, учитываемого вида, прямо пропорционально плотности населения этого вида. А число следов на местности зависит от активности перемещений животных. Чем активность больше и чем больше животное перемещается, тем больше вероятность пересечения его следов с учётным маршрутом. Девочка, она сказала, я в окрестностях Никеля хожу и отмечаю следы, но вот я заячьи следы легко определю, а остальные не совсем. То есть вот я думаю, что и эта методика, и этот выход на лыжах поможет им уже в дальнейшем ориентироваться в лесу, уметь ориентироваться в лесу, уметь определять следы. И я думаю, что это хороший такой опыт. Через час группа возвращается в лагерь и подводит первые итоги. По дороге мы ещё увидели дерево, сосна сувостойная, на ней сделал дятел два дупла. Также мы измеряли глубину снега, и самая большая была 70 сантиметров на четвёртой точке, то есть через 400 метров, когда мы прошли. Вот. Ну, среднее это было 65-60. Также мы встречали новые следы именно лисьи, которые были недавние, зайчьи, ну и при этом были очень много старых следов. Четыре. Может, сначала нарисовать просто. Какой же лагерь без творческой жилки? В свободное от науки время детвора принялась лепить снежные фигуры. Погода в самый раз. При нуле градусов снег охотно принимает разные формы. Для педагога теперь главное обуздать бурную детскую фантазию. Вначале решили сделать снеговика. Снеговик не получился. Сделали вначале ерша, ёрш не получился. Сделали окунь, окунь не получился. Сом, сом не получился. В результате тюлень. Как говорят преподаватели, экватор проекта успешно пройден. Вторая смена экологического лагеря высоких технологий в Раикоске запланирована на июнь. У нас есть своего рода доска отзывов. То есть вчера дети написали свои позитивные такие отзывы, что супер лагерь, всё здорово, мне очень нравится. То есть мы думаем, что нам удалось. Всё задуманное. Будем двигаться в дальнейшем по реализации этого проекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова